Футболу покорны не только все возрасты, но и все национальности и конфессии. Именно это подтвердил вновь прошедший футбольный турнир Содружества по программе «Толерантность», организованной Интернациональной футбольной лигой. Подобные турниры, посвященные Дню Победы, проводились и раньше, но в этот раз в рамках турнира впервые состоялись чемпионат Санкт-Петербургской православной епархии, а также христианский чемпионат. Интернациональная футбольная лига, она проводит свою работу среди национальных, конфессиональных команд. Цель это сближение, дружба, это развитие массового спортивного движения, оздоровительного, это развитие футбола, как наиболее востребованного среди сегодня населения у нас в стране и в городе, вида спорта. Эти соревнования, они являются примером вот этой доброй питерской традиции, когда многонациональный, многоконфессиональный город, он являет вот именно пример дружбы и взаимопонимания между разными людьми. Финальный матч состоялся 24 мая. Из 14 команд, участвовавших в турнире, в финал вышли три. Места распределились следующим образом. Интер, представляющая католический приход Святой Екатерины, заняла первое место. Встреча, защищавшая честь Церкви и Успения Пресвятой Богородицы на Малоохте, второе. И Петрополис, национальное общество греков Санкт-Петербурга, третье. Кроме того, по результатам турнира были награждены лучший вратарь Ян Моисеев, команда «Интер». Лучший игрок Евгений Лепко, команда «Встреча». И лучший бомбардир Хамиль Кайхан, команда «Интер». А когда смотришь на игроков, на людей, видишь их радость от общения, видишь какую-то пользу от этого своего труда, и сам радуешься, понимаешь? И хочется дальше работать в этом направлении, и все эти трудности, они как бы на второй план уходят. Вот этот результат, он больше всего и привлекает.